Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые участники Директ-Академии! Ну что ж, вот и настал тот день, когда мы проводим последний вебинар в нашем сезоне, сезоне 2018-2019 годов. И этот вебинар предстоит провести Татьяне Телегиной, нашей постоянной ведущей. Название нашего вебинара сегодняшнего – библиографическое описание электронных ресурсов удаленного доступа, подводные камни и пути спасения. А я хотел бы обратить ваше внимание на самое начало нашего чата и прокомментировать те ссылки, которые я привел. Правда, ссылки эти имеют значение уже по большей части к нашему будущему сезону, который начнется у нас в самом начале сентября будущего года, но тем не менее, пожалуйста, послушайте. Первая ссылка ведет на главную страницу нашего сайта, на сайт расписания. И вот уже где-то с конца августа там появится новое расписание на наш 2019-2020 учебный год. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, где недавно у нас появился 500-й наш вебинар, запись 500-го вебинара. Ну и запись этого нашего вебинара, я надеюсь, сегодня уже к вечеру появится на нашем канале. Третья ссылка ведет на страницу онлайн-курсы нашего сайта. И эта страница, на ней сейчас описано 11 курсов. Мы в этом году провели 6 курсов. В следующем году те из них, которые оказались удачными, будем обязательно повторять, один или два раза в год даже. И у нас есть задумка на большое количество новых курсов. Так что приходите на эту страницу, смотрите, что там интересного, постоянно смотрите, какие у нас там новые предложения. Ну и, наконец, последняя ссылка ведет на страницу сертификатов, где вы сможете приобрести сертификат об окончании, о том, что участвовали в нашем сегодняшнем вебинаре. Только не прямо сейчас, а в конце нашего вебинара. Я дополнительно вас об этом уведомлю. Ну что ж, у меня нет больше информации о том, какие вебинары. Обычно я анонсирую следующие вебинары, но сегодня у нас вебинар последний, поэтому эта информация отсутствует. Вот, я пока с вами не прощаюсь, прощусь в конце нашего сегодняшнего вебинара. Свою слово Татьяне Викторовне, Татьяна, прошу. Спасибо, спасибо, добрый день, Павел Юрьевич, добрый день, уважаемые коллеги, рада всех видеть, да, немножко волнуюсь, такая честь закрывать сезон выпала сегодня. Ну и давайте тогда уже и начнем, чего же откладывать. Значит, первое, как всегда по традиции, так, разминка небольшая, тактильная для пальцев. Да, Наталья Георгиевна, так, уже ставим плюсы, можно не говорить, что проверяем свет, свет, звук, слух, да, изображение. Презентация в папку, ага, спасибо, спасибо, коллеги. Презентация в папку ресурсы уже подгружена, поэтому можно ее оттуда забирать. Берите, пользуйтесь на здоровье. Ну, ссылку на автора лучше указывать при использовании презентации слайдов. И сегодня мы с вами поговорим о библиографических описаниях вообще-то в соответствии с новым, хотел сказать, в ГОСТом, все уже конец учебного года. С новым ГОСТом электронные ресурсы уже хорошо бы называть не удаленного доступа, а так, как они называются в ГОСТе сетевого распространения. Да, ну ладно, тему готовили раньше, еще до того, как ГОСТ появился в широкой печати для ознакомления, поэтому название уже не стали переделывать, пусть остается. И вопрос, как оформить описание, сегодня мы будем говорить только об описаниях, ссылки оставим на дальнейшее. Как оформить описание и ссылки на электронные ресурсы удаленного доступа, это, наверное, одна, как любят говорить менеджеры по продажам, клиентская боль, больная боль. Поэтому, ну вот, об этом сегодня, пожалуй, и поговорим. Постараемся так к началу лета эту боль утихомерить. Ну, казалось бы, что за вопрос, есть ГОСТы, взяли, открыли, посмотрели образцы оформления и дело в шляпе. Ну, да, недавнего времени мы сталкивались с таким парадоксом, что ГОСТы-то есть, но не про интернетовскую честь. И, к сожалению, а может быть и к счастью, видимо, это связано с быстрым, таким бурным развитием информационных технологий, и большие неповоротливые ГОСТы за ними просто не поспевали. У нас, да, у нас есть ГОСТы для описания электронных ресурсов до 2001 года, поэтому много чего там не было. И в основном он делал упор на ресурсы локального доступа, а не сетевого распространения. И мы об этом уже говорили в предыдущих вебинарах и в этом году, и в прошлом, и в позапрошлом, что вот не хватает. Не хватает, приходится, опираясь на ГОСТы, логически домысливать, как это правильно составить. Ну вот, пришло. Через три дня с 1 июля 2019 года в Россию вступает в силу новый ГОСТы Р-7010-2018, до библиографической записи и библиографическое описание, общие требования и правила составления. И там уже больше внимания уделяется именно электронным ресурсам сетевого распространения через сеть интернет. Поэтому вот сегодня... Да, и были запросы еще на предыдущих вебинарах. Я помню, говорили наши участники о том, что хорошо бы про ГОС-2018 уже поговорить, провести какой-нибудь вебинар. Ну вот, я думаю, что это, может быть, будет целая сеть вебинаров, но, скорее всего, уже не в этом году, а начиная с осени. Ну и сегодня мы вот такой задел с вами сделаем. Первый шаг ГОСТы-2018. И поговорим мы об электронных ресурсах с точки зрения уже нового ГОСТа. Да, понятно, что сейчас будет такой период безвремени. Кто-то по 2003, кто-то уже переходит на 2018, но все равно, в конце концов, мы на 2018. Это рано или поздно, но перейдем все. Поэтому хорошо бы начать уже к этому готовиться и понимать, что нас ожидает. Если возражений со стороны аудитории нет, тогда, пожалуй, наверное, продолжим. Возражений нет? С точки зрения 2018 рассмотрим этот вопрос. Ну, поставьте чего-нибудь, чего-нибудь, чего-нибудь в чатик. Ага, спасибо, отлично. Значит, коллеги, если, конечно, все мы охватить не сможем. В 2018-м очень много изменений по сравнению с предыдущим. Поэтому у меня будет большая просьба к вам. По ходу вебинара у нас есть в чате вкладочка «Вопросы». Вы вот туда вопросы, которые по ГОСТу 2018 есть, покидайте. С тем, чтобы следующий вебинар в начале осени уже готовить с учетом ваших пожеланий, требований, болей, вопросов и трудностей. Вот, Елена Леонидовна пишет, что некоторые журналы уже просят по новому ГОСТу. Да, то есть кто-то уже переходит, кто-то еще не совсем. И пара слов про ГОСТ. Про вкладочку «Вопросы» не забываем. Вот туда все покидайте. Все, что интересно, связанное с 2018-м, я думаю, что осенью мы как раз более подробно будем эти моменты разбирать. И, наверное, серию вебинаров сделаем по описаниям, именно уже с учетом 2018-го ГОСТа. Это базовый документ для подготовки различных нормативно-методических материалов по библиографическим описаниям различных видов ресурса. То есть это базовый документ. Мы можем вносить, да, следуем и придерживаемся ГОСТа, но методические требования и рекомендации разных организаций, например, вузов, да, они могут отличаться друг от друга. Что станет с прежним 2003-м ГОСТом? В лето он не канет, он остается действующим, но только на территории СНГ. А вот звание национального стандарта, оно как раз присваивается ГОСТу 2018. Ну, говорят, что это впервые, да, ГОСТ по библиографическому описанию становится национальным стандартом. Он был разработан с целью унификации библиографических описаний и составлен в соответствии с международными правилами и нормами международного стандарта библиографического описания. АСБД, да, поэтому некоторые термины здесь могут показаться несколько странными, но необычными, но это вот как раз попытка вот такой унификации и ориентир на международный стандарт. По ссылкам ГОСТ 2018 не распространяется на правила составления библиографических ссылок, то есть ссылки у нас остаются по 2008 году по этому ГОСТу. И обратите внимание, что в пункте 1 ГОСТа 2018 область применения указано, что стандарт распространяется на выходные формы библиографического описания традиционной машиночитаемой каталогизации, которая составляется центрами государственной библиографии, библиотеками, органами информации, издателями и другими библиографирующими организациями и лицами. Что касается требований к оформлению ВКР, студенческих работ, курсовых и прочего, то там есть указание, что в практике научно-вспомогательной библиографии факультативные и условно-обязательные элементы, приведенные в стандарте, можно опустить. То есть не все элементы мы можем приводить, в основном опираясь на обязательные элементы, и поэтому требования разных ВУЗов могут отличаться по количеству факультативных или условно-обязательных. Вот тоже новые, условно-обязательные и факультативные элементы. Вот по их набору разные описания, разные требования в разных ВУЗах могут отличаться, хотя они все находятся в рамках действия одного ГОСТа. Ну, потому что мы не являемся библиографирующей организацией. Что нового нас в этом ГОСТе ожидает? О всех новинках мы тоже сегодня говорить не будем, только вот самое то, с чем мы столкнемся. Ну, во-первых, некоторые изменения в терминологии. Вводится понятие информационный ресурс или ресурс, искусственно созданный или природный объект, являющийся источником информации в любой форме, в любой знаковой системе, на любом физическом носителе. То есть не пугайтесь, теперь в новом ГОСТе вместо книга, статья и прочее можно увидеть ресурс или информационный ресурс. Меня тоже немножечко так подергивало, когда начала читать, у меня сразу ассоциация с электронным ресурсом. Теперь все называется ресурсом или информационным ресурсом. Электронный ресурс, введено понятие ресурс в цифровой форме, для использования которого необходимы средства вычислительной техники. Это могут быть электронные данные, электронные программы или сочетание этих видов в одном ресурсе. Введено новое понятие мультимедийный ресурс. Это электронный ресурс, содержащий информацию разной природы, текстовую, графическую, звуковую и так далее. Павлу Юрьевичу на заметку для составления библиографических описаний как раз по его тематике. И серьезно, вместо электронных ресурсов удаленного доступа теперь используется определение электронной ресурсы сетевого распространения или сетевого распространения в сети интернет, по-моему, так они полностью звучат. И существенные изменения коснулись структуры и состава элементов, структуры описания областей и составов элементов областей. По количеству, по составу значительные изменения, по названиям отдельных областей. То есть теперь, да, переночиваться заново. Уже такая мысль уже делась, а не сделать ли такую сравнительную табличку 2003-2018 в помощи запутывающимся научным руководителям и аспирантам, и студентам. И для соответствия тому же международному стандарту в структуру национального стандарта введена новая область. Называется она область вида содержания и средства доступа. Находится после всех областей описаний. Вот в табличке в гости ее можно найти. И при этом исключен еще и стандарт там элемент общее обозначение материала. Вот это, наверное, самая главная инновация этого стандарта. Ну и порядок следования областей, естественно, от этого тоже несколько меняется. И это то, что касается, в двух словах, очень кратенько по общим, общие наблюдения по изучению нового ГОСТа. По электронным ресурсам, с одной стороны, хорошо сделано в новом ГОСТе, добавлено много чего, приведено, много внимания уделено, ну, по крайней мере, больше, чем было раньше уделено именно электронным ресурсам сетевого распространения. Хотя мы еще долго будем сбиваться на удаленного доступа говорить. Но они все раскиданы по всему ГОСТу. Поэтому приходится выискивать по пунктам. Я вот себе такой кратенький навигатор сделала, выписала пункты из ГОСТа, которые касаются непосредственно электронных ресурсов. Вы мне тоже во вкладочку «Вопросы» покидайте, пожалуйста, просто слово «Навигатор». Если такая штука нужна, чтобы быстро найти хотя бы список, каким пунктом обращаться, я вам этот список тогда поделюсь, скину, где чего искать. На самом деле, быстрее получается, чем искать конкретный вопрос, листая весь ГОСТ. Где-то я это видел, а вот тут быстрее как-то получается. Ага, все, увидела. Хорошо, коллеги. Обязательно нужно, обязательно сделаю, скину. И по элементам. По элементам. Сразу пойдем, что нового нас ждет в ГОСТе 18 касательно электронных ресурсов. Вы не пугайтесь, мы по частям будем разбирать. Примеры я вам тоже специально на слайд. Примеры, говорю, в основном я тоже брала из ГОСТа для авторитетности. На слайдах в презентации они есть, поэтому презентацию можете скачивать и спокойно использовать для своих целей. Они уже в специальности дела выбирала для вас их. Область, заглавие. Да, и коллеги, вот здесь, так сейчас я попробую взять какую-нибудь рисовалку. Да, вот здесь вот, я на самой презентации местами, на некоторых слайдах вы можете увидеть, это обозначение как раз разделов и пунктов разделов самого ГОСТа, где об этом говорится. Ну, то есть уже навигатор частично встроен в презентацию. Кира Михайловна, как скачать презентацию? Справа наверху открываете, на экране у вас папочка ресурсы, открываете папочку ресурсы и скачиваете презентацию, нажимая только не по ссылке, а по зеленому значку слева. У вас выскочит подсказочка скачать, вот по этому значку презентацию скачиваете. Так, да, ну и предписанные источники для, откуда брать информацию для составления библиографического описания электронного ресурса. Ну, это осталось, пожалуйста, это было, есть и осталось, просто вспоминаем, напоминаем, да. Это титульный экран или титульные экраны, связанные переходами. Это раздел основного меню, все сведения о программе и первый вывод информации на экран. Вот, чаще всего берется с титульного экрана. Титульный экран, ну, вот здесь я сильно-сильно уменьшила, взяла нашу страничку с портал Директ Академии, но там сделано лонгридом, поэтому у нас открывается только вот эта вот страничка в первую очередь, но здесь уже есть информация об организации, что это за портал, и плюс вот эти вот выходные данные внизу, та информация, которую можно брать. Да, есть раздел «О нас», то есть вот там титульный экран и вот связанные титульные экраны, открыв которые, связанные переходами, открыв которые, мы можем получить необходимую информацию для составления библиографического описания электронного ресурса. Ну, и вот страничка курса, например, если мы делаем библиографическое описание электронного курса, здесь тоже представлена та информация, которую мы можем использовать. Автор курса, название курса, да, если мы переходим туда, то с титульного листа самого электронного курса мы тоже можем получить информацию. Еще один пример – это электронный журнал, ученые записки, электронный научный журнал. Вот тоже информация, которую мы берем, название, вот он номер ИСС, ИСС, плюс выходные данные, которые у меня сюда не влезли, и главная страница. Если мы вышли на страницу самого журнала или выпуска журнала, то информацию о сайте мы будем брать с главной страницы, плюс те элементы, которые содержат на самом экране, которые содержат информацию о сайте. А вот информацию, если мы пишем о статье, то информацию о журнале мы будем брать, открыв страничку самого журнала. То есть, что это за журнал, дата, выпуск, то есть смотреть титульный лист. Вот это и есть связанные переходами титульные экраны. Если мы берем информацию, статья, например, размещена в PDF, очень часто какой-то сборник статей, сборник материалов конференции, то мы берем со странички информацию об авторах статьи и так далее, названия, и переходим на главную, осуществляем переход, поднимаемся наверх, титульная страница самого сборника, это будет титульный экран, это как титульная страница, титулый оборот титула в печатной продукции, в печатной книге или сборнике. Вот примерно то же самое эквивалент. И это что касается, откуда брать информацию о сайте. Область сведения, необходимые для раскрытия и пояснения основного заглавия, жанра произведения, вида ресурса, могут быть сформулированы на основе анализа ресурсов. И в этих случаях они заключаются, мы их пишем, они заключаются в квадратные скобки. Вот здесь заглавие у нас политика.ру, отделенное пробелами с двух сторон, двоеточие. У нас пошли сведения, относящиеся к заглавию, мы поясняем, что это такое, что это независимый политический вестник. Если бы у нас это было, например, электронное учебное пособие, мы бы написали учебное пособие, пособие, методические рекомендации и так далее. Дальше опять отделенное двумя пробелами. Вот оно, заключенное в квадратные скобки сайт. Это сайт политика.ру. Или официальный сайт. Мы можем и так, и так написать, в зависимости от того, что написано на титульном экране, когда мы откроем главную страницу сайта. Вот это мы туда и записываем. Примерно то же самое, в принципе, мы делали и в описании электронных источников в ГОСТе 2003. Вот посмотрите, электронный курс дистанционного обучения, тоже в квадратных скобках. Это значит, что на самом экране это может быть не написано, но проанализировав, что это такое, что это за ресурс, мы дали пояснение. Поэтому мы его заключили в квадратные скобки. Теперь пишется короче. Официальный сайт электронного курса дистанционного обучения, наверное, так можно будет оставить. Область, дальше, что еще? Да, самая главная инновация, самое главное, что появилось в 2018-м ГОСТе и ушло из 2018-го, было в 2003-м. Общее обозначение материала. Мы в основном чаще всего пользовались вот этими двумя, текст и электронный ресурс. Остальные как-то более редко у нас встречались. Что сейчас нас ожидает в 2018-м ГОСТе? Количество, теперь это называется виды содержания и средства доступа, вот виды содержания. Осталось, наверное, только знакомый нам текст, все остальное изменилось до неузнаваемости. Исчезли звукозаписи, исчезла видеозапись, зато появились движения, изображения, предметы, устная речь и электронные программы, электронные данные. Стало гораздо меньше, но от этого легче не становится. Вопрос. Электронный ресурс сетевого распространения или по сторонам удаленного доступа. Куда мы будем относить? Вот что из этого будет относиться к электронному ресурсу? Как думаете? Марина Григорьевна, текст. Ой, Надежда Николаевна, электронные данные, электронные данные. Ага, все за электронные. Все может относиться, Евгения Юрьевна. Ага, рада вас приветствовать. Наш постоянный участник. Текст электронный. Ага, текст изображения. Да, коллеги, текст. Текст изображения электронный. Это потом уже добавляем. В принципе, любое может относиться в зависимости от характера, от содержания самого ресурса. Что это такое? То, чего больше, сюда и включается. Если в равных долях, может содержать несколько видов изображения. Например, текст через точку текст изображения электронные. Если больше текста, меньше картинок, можно оставить только тот, который превалирует в данном ресурсе. То есть, для того, чтобы понять, что включать в обозначение вот этого новой области вида содержания, нужно сам ресурс увидеть, нужно его посмотреть, пощупать. Ну, это касается не только электронных ресурсов. Программа написана, может быть, и на бумаге. Значит, что относится? Я думаю, что вот эту тему мы тогда более подробно уже осенью будем знакомиться и разбирать на вебинарах, как писать. Для электронных ресурсов. Значит, движение. Это не видеозапись, это не движущиеся картинки изображения. Это запись самих движений. Хореография, перемещение человека или предметов в пространстве. Работа конвейера, в конце концов. Звуки. Это не музыка, это не речь. Аудиокниги сюда не относим. Аудиокниги у нас пойдут вот сюда. Как ни странно. Звуки природы, звуки животных и так далее. Отдельные. Только не музыка, где ритма нет. Отдельное звучание. Это вот сюда. Более подробно в самом госте разобранное. О том, что мы сейчас на этом просто останавливаться очень подробно не будем. Для нас чаще всего будет встречаться, учитывая, что мы работаем больше с текстовыми материалами, в том числе и электронных ресурсов. Это тексты, это изображения, если мы говорим о мультимедийных ресурсах. И может быть устная речь, как аудиокниги. Электронная программа. Сюда относится ресурс, содержание которого выражено рядом инструкции, закодированных цифровым способом и предназначенных для обработки и выполнения компьютером. Это прикладное программное обеспечение, это операционные среды. Вот это электронная программа. Электронные данные тоже очень интересно определяется. Это ресурс, содержание которого выражено закодированными цифровым способом данными, предназначенные для обработки компьютером. И обычно в необработанном виде они не представляются. То есть это могут быть какие-то данные, которые используются электронными программами для различных построения моделей, соответствий, вычислений и прочего. То есть наши электронные ресурсы, они не сюда. Они текст, изображение, устная речь. Видеозаписи – это тоже может быть текст, изображение, либо изображение. И вводится еще для каждого вот этого вида содержания, вводится еще факультативный элемент, характеристика. Характеристика вот этого содержания. Там двумерная, трехмерная, вкусовые, обонятельные, осязательные, тактильные, визуальные, непосредственные. И там много тоже определений. Тоже, наверное, придется делать такую таблицу соответствий, чтобы во всем этом не запутаться и не заблудиться. В ГУСе это все очень подробно разобрано с примерами. Будем осваивать. Атласы анатомические. Ольга Иосифовна спрашивает, атласы анатомические, к чему относиться будут? Коллеги, а вот к чему будут относиться анатомические атласы? Смотря чего там больше. Изображений, текстов, карты географические. Для географических. Кстати, в Новом ГУСе очень много пояснений, касающихся как раз картографических изданий, нотных и различных музыкальных, театральных и прочих вещей. Вот сюда. Вот такой у них какой-то такой уклон в ГУСе есть. Теперь, самое главное, что касается электронных ресурсов. Если мы раньше после заглавия писали в квадратных скобках обозначение электронный ресурс, заключали его в квадратные скобки и на этом успокаивались, то теперь мы пишем слово электронный, уже без всяких квадратных скобок. И выглядит это примерно вот так. Точка тире, текст, и через двоеточие пишем слово электронный. Характеристики вида содержания приводятся вот здесь, после слова текст, в круглых скобках. Вот визуальный, двумерный, трехмерный и так далее. Это факультативный элемент, поэтому мы его сейчас опускаем для облегчения участи студентов, аспирантов, научных руководителей, составляя методические рекомендации. Его можно опустить и в связи с большими изменениями в гости, ну, наверное, лучше это сделать на первых порах, чтобы поменьше было путаницы, иначе умрут все студенты точно. Остается просто текст электронный. Что еще? Да, ну вот как это... Кстати, вот о картах. Спрашивали о картах. Вот вам пример электронный ресурс. Интерактивная карта мира. Это Google карта. Это изображение. И вот вам пошло в круглых скобках раскрытие характеристики этого ресурса. Картографическое, неподвижное, двухмерное. Вот полностью все раскрыто. Нас интересует больше вот эта составляющая. Электронная. Две косые черты приводятся. Это составная часть ресурса карты мира. И вот оно, то, о чем мы с вами говорили. В квадратных скобочках мы обозначаем, что это сайт. Через двоеточие сведения, относящиеся к заглавию. Две косые черты. Это примерно похоже на старый способ, как мы до этого делали. Это составная часть большого ресурса. Интерактивная карта мира. Одна карта. Вот эта вот часть. Поэтому здесь мы до двух косых черточек, до дабл-слэша, мы описываем все данные, приводим относящиеся именно к этой части. А дальше за двумя косыми чертами мы пошли уже описывать полный ресурс, частью которого является вот эта первая часть. Наша интерактивная карта мира. И дальше обратите внимание, если раньше мы в описаниях писали режим доступа перед адресом, теперь мы пишем так же, как и в ссылках URL. Ну, это хорошо, что оно это есть. Ольга Викторовна, спасибо. Спасибо за информацию. Да, 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 совершенно верно. Пишем не режим доступа, а пишем URL, то, что касается адреса размещения. Но режим доступа у нас не исчез. Он остался, он перешел у нас в другую область. Вот еще один пример. Область вида содержания и средства доступа. Материал взят с сайта. Да, заглавие. Пишем текст электронный. И откуда взят? Взята сайта Российской книжной палаты. Вот мы указываем, что это сайт. 2018. Вместо режим доступа URL. И остается все то же самое. Дата обращения и адрес. Естественно, адрес. Термин электронное – это средство доступа. То есть нам необходим компьютер для того, чтобы познакомиться с этим ресурсом. Это называется средство доступа. Область издания. В сведениях об издании возможно использовать не только издания. Второе, третье, пятое, десятое. То, что касается электронных источников, можно использовать и синонимы. По ГОСТу 782 библиографической записи, описание электронных ресурсов, общие требования и правила составления. В ГОСТу 18 ориентируется на него. И самое интересное – это область примечания. Сразу берите себе на вооружение. Я вам нашла в ГОСТе, где это находится. Да, пункт выделила. Есть условно обязательные и обязательные элементы. Вот обязательными. Вообще сам он по себе считается, область примечания считается факультативным элементом. Но при составлении описаний для некоторых видов ресурсов отдельные примечания являются обязательными или условно обязательными. Вот для электронных ресурсов сетевого распространения обязательным является примечание об электронном адресе и дате обращения или дате публикации. Есть возможность указывать вместо даты обращения дату публикации. В ГОСТе это прописано. И условно обязательным является примечание о режиме доступа. Иногда лучше, я все-таки склоняюсь к тому, чтобы лучше его указывать. Но здесь то же самое правило действует, как и в старых ГОСТах. Если режим доступа свободный, то опускается, мы его не пишем. А вот если есть какие-то условия для того, чтобы познакомиться с материалом, лучше их все-таки указать. И по примерам, как оно указывается теперь. Режим доступа указывается после даты обращения, после круглых скобочек. В примерах, потом мы это увидим. По подписке для авторизированных пользователей требуется регистрация. То есть здесь мы эти вещи прописываем. Если платная подписка, можно указывать цену. Это то, что допускается. Сведения об обновлении ресурса или его части приводятся после выходных данных. То есть вместо год перед, наверное, лучше ориентироваться так, перед URL. Дата последнего обновления, дата пересмотра обновляется в течение суток, обновляется раз в один месяц и так далее. Вот эти сведения указываются туда, перед URL. И электронный адрес ресурса и дата обращения все остается так же, как и было. Единственное, что меняется у нас, режим доступа на URL. Для публикации в электронных журналах вместо даты обращения может стоять дата публикации. Дата публикации данной статьи или материала. Вот как в этом примере. Например, вот у нас без скобок, через точку тире, дата публикации, когда. Это вообще составлено на презентацию из электронного журнала. Презентация в сборнике материалов конференции. Приводятся данные так же, как и было на сборник. Обратите внимание, вот здесь текст электронный приводится у нас в конце первой части перед дабл слэш. Так как это указание касается статьи вот этого материала, но не всего сайта. А дальше мы увидим вот этот элемент такой скачущий. Он может перемещаться. И в гости написано, что ставится в конце. В принципе, он должен был бы стоять здесь, но почему-то оказался здесь. Здесь он оказался, потому что он относится к вот этому материалу. Что вот эта статья и это электронный текст. И дальше пошла информация о сборнике, электронный журнал, адрес. И вот вместо даты обращения может стоять дата публикации, когда она была опубликована. Вот она. Да, вот она. Заменила. 21 апреля, 17-й год. Даты вот они здесь указаны. То есть второй раз не пишут. Про ДОИ. Да, наконец-то ГОСТом зафиксировано определенное место для ДОИ. И в качестве других идентификаторов ресурсы его также можно уже спокойно использовать, не мучаясь, куда его поставить. Также, кроме ДОИ может быть в качестве такого идентификатора, использоваться номер государственной регистрации, различные присвоенные производителям ресурса обозначения, производственный номер, название на этикетке для локальных ресурсов, локальных и другие. И, ну, место для них определено. Да, при этом мы не отказываемся от указания URL. URL тоже приводится. Вот тот же самый из образцов описания. Например, место ДОИ теперь у нас перед, видом содержания перед текст электронной, после перечисления авторов, за косой чертой. Вот здесь указывается ДОИ, а дальше, как положено, URL на своем месте мы его не удаляем, мы его указываем. Ну и плюс дата обращения. Здесь текст электронной опять у нас стоит перед дабл слэш, потому что он относится к статье. Вот если у нас составная часть ресурса, а не весь ресурс целиком, на него мы делаем описание, на составную часть, на страницу сайта, на одну карту из набора, на статью из журнала или из электронного журнала. Вот тогда текст электронной ставится, его место перед дабл слэш. Он ставится вот здесь, через точку тире. А ДОИ ставится до него. И URL мы все равно приводим. Попадались несколько работ студентов, когда они ставят ДОИ, на этом успокаиваются. А зачем писать URL, если нет? Надо. Так, кто у нас сокрушался? Сокрушались, что неудобно, нет номера. Вот номер есть. Страницы указаны. Не электронный журнал. Это вот PDF-файл. То есть, видимо, есть еще и печатная версия. Ну вот, здесь все осталось по-прежнему, и все указываем. Область идентификатора ресурса и условий доступности. Элемент факультативный. По подписке бесплатно для подписчиков какого-то сервиса или ресурса. Если стоимость необходима, указываем стоимость. Да, вот это теперь есть. Указывается вот здесь в конце. Там, где мы указываем режим доступа. Вот он. Указываем вот здесь после даты обращения. Для зарегистрированных пользователей. Да, вот оно. После режима доступа двоеточия, как и было у нас, когда мы писали вот сюда электронный адрес, пробел не ставим, пробел ставится после двоеточия. И вот обратите внимание, текст электронный у нас перебежал сейчас в конец. Не здесь перед URL, а пишем его в конце. Потому что мы даем вот это описание не на составную часть, не на отдельную рубль, реку или раздел, а на весь ресурс целиком, на весь сайт. Поэтому в соответствии с ГОСТом, вот это обозначение содержания, вида и содержания, оно и условия. Оно ставится в самом конце. Уже после режима доступа. Вот есть такая особенность. Вот такой у нас плавающий элемент появился. Здесь самое главное не запутаться. Ну вот один из примеров. Вот он у нас здесь в середине. Потому что это для статьи, для страницы сайта, материала, который размещен на странице сайта, который мы смотрели. Слово сайт не написано, поэтому в квадратные скобки ставим. Год есть за выходных данных. Из подвала его можно найти и взять. И приводится URL и дата обращения. Обязательно из идентифицирующих элементов вот URL и дата обращения относятся к обязательным. Их оказываем всегда. И если нам не хватает идентифицирующих каких-то элементов, например, были у нас сейчас вопросы, я вижу, а если нет этой информации, отсутствие информации, например, о месте и дате создания вот этой составной части ресурса, сетевого распространения, устанавливаем по возможности и приводим в квадратных скобках. Вот как мы это сделали здесь. То есть на сайте это напрямую не указано. Приходится, да, полистать ресурс, полазить по вот этим связанным титульным экранам, иногда и не только титульным экранам, но найти эту информацию можно. То же самое, как из электронного журнала, чтобы в электронном журнале, если это периодическое издание, ну, хоть периодически, если это продолжающееся издание, то информация об этом там все равно будет присутствовать. Другой вопрос, что мы ее сразу можем не увидеть вот на той странице, с которой мы берем информацию. То есть да, здесь придется полистать экраны, побегать по сайту, но эту информацию раздобыть можно. Тогда ее можно брать на... из тех мест, да, где мы ее обнаружили. Но в этом случае она тогда будет писаться, эта информация в квадратных скобках. То, что мы нашли, но то, что не было на титульном листе, приводим, но в квадратных скобках. Обязательными являются указания электронного адреса и дата обращения к ресурсу, особенно что касается составной части ресурса сети интернет. И режим доступа в свободный, как мы уже говорили, мы в описании не приводим. Если режим доступа иной, то указания приводим после даты обращения. При необходимости, если таковая имеется, мы можем писать в примечаниях, указывать раздел сайта, либо подраздел портала, то есть к какому разделу или подразделу этот кусочек относится. Особенно вот это правило хорошо бы использовать, когда мы берем информацию со страницы сайта, это не электронный журнал, где указываем страницу, они в принципе-то там указываются, а именно, например, сайт РКП, и мы с него взяли какую-то информацию, или из раздела статьи на сайте мы нашли какую-то статью и ее приводим, но это не сборник статей официальный, а интервью, например, с каким-то генеральным директором или так далее, то вот здесь лучше указать, здесь как бы указывается путь. Сайт такой раздел, такой подраздел такой, то есть фактически мы прописываем путь, где находится эта статья, помимо того, что приводим сам URL. В принципе, это может быть удобно, если у сайтов разветвленная и может быть необходимо, и в гости это говорится при необходимости, если разветвленная структура сайта, тогда да, тогда имеет смысл это, наверное, сделать. Ну вот, например, как здесь. Да, вот приводится сайт грамота.ру, его описание, справочный информационный портал, а дальше пошло, вот он путь. Открываем раздел сайта библиотека, меню, менюшка в панели, там сбоку или сверху, в меню можно найти вот этот как раз путь, название этих разделов. Вот раздел сайта, вот он подраздел, и мы знаем, где искать вот этот фрагмент пособия, где находится это пособие, с которого был взят этот фрагмент. И, да, ну вот по составным частям сайта и при описаниях сайта можем писать сайт, либо официальный сайт, если эта информация указана на одном из титульных листов, либо на главной странице сайта или портала, вот как написано, там и берем. Если нет, то тогда дописываем сами, но не забываем про квадратные скобки. И видеоклип. Например, вот наконец-то появились в гости примеры, например, видеоклипа с официального сайта. И вот здесь в конце, посмотрите, вместо, вернее, в дополнение к дате обращения, дату обращения здесь указали, но в дополнение к дате обращения вместо даты публикации здесь, например, приводится информация о том, когда был снят этот клип о производстве. Вот он, вид содержания, когда спрашивали, что это такое. Вот содержание, вот его характеристика. Здесь два вида у нас присутствуют. Это изображение и музыка. Причем это в характеристиках, видите, расписывается полностью. В гостах они все приведены. То есть там можно посмотреть, что относится к исполнительской музыке, и что относится к неисполнительской музыке, и способ доступа этой электронной. Взято с официального сайта. Вот его название. В качестве названия может выступать либо обозначение самого ресурса, если названия нет, либо, если это сайт какого-то человека, то его данные. И вот пример статьи из журнала с ДОИ. То, что мы с вами смотрели. ДОИ приводится перед текстом, перед обозначением вида содержания. ДАТА ПУБЛИКАЦИИ, так же, как ДАТА ПРОИЗВОДСТВА ТОГО ЖЕ ВИДЕОКЛИПА может приводиться в конце. Статьи из журналов. Здесь особенности. Все так же описывается, как и было. Только вводим перед дабл слэш текст электронный вместо электронный ресурс и ставим, используем точку тире. А оставшаяся часть, в принципе, нам уже знакома. Обычно мы так и писали до сих пор. То есть изменения есть, но не настолько уж катастрофически страшные. Ну, если только вид содержания ресурса. Режим доступа. Не забываем, если есть какие-то особенности. Но и не забываем, что если мы описываем ресурс целиком и полностью, то вот это обозначение у нас вот отсюда перемещается в конец. Пишется в конце. Здесь оно пишется только для ресурсов, составной части большого ресурса. Если версия, есть печатная версия, и мы составляем, например, электронное библиографическое описание на книгу, которое есть в какой-то электронной библиотечной системе, то вот одно из... Примера такого в ГУСТе я не нашла, но в одной из... В нескольких, вернее, методических разработках были такие примеры, когда после указания физической характеристики, то есть количество страниц книги, ставится точка тире, а дальше пишется фраза «Электронная копия доступна на сайте электронной библиотечной системы», ну, например, «Университетская библиотека онлайн», точка тире, дальше пошел URL, дата обращения, и дальше режим доступа, доступ к зарегистрированным пользователям, или свободный доступ, который мы не пишем, а тогда его можно будет опустить. Вот такие изменения произошли сейчас в ГУСТе 2018. Мы сегодня с вами совсем глубоко в детали не углублялись, начнем с самого простого, самых первых шагов. Сначала разобраться со структурой, понять, какие элементы остались на своих местах, какие нашли, какие ушли, какие пришли, и где их место в этих описаниях. Ну и самое главное, вот это вот обозначение, текст изображения электронной, для составной части документа, оно пишется перед URL, либо перед дабл слэш, для описания ресурса полностью, описания сайта, оно ставится в самом конце, уже после режима доступа. Ну вот, один из таких нюансов, наверное, который связан с электронными ресурсами. Сейчас я посмотрю, что у нас творится бурного в чате. Так, сейчас пойду посмотрю. Пройдемся немножко по вопросам, пока у нас осталось 5 минут до завершения последнего вебинара. Если у меня носитель в одном месте, а описываю файл на hard диске как копию, то как правильно описать электронную версию с файлами? Юлия Вячеславовна, о каком носителе и о каком файле идет речь? Значит, смотрите, есть ли у вас на жестком диске чего? На жестком диске вашего компьютера находится копия, например, книги, которая размещена по другому адресу, или как? Что за документ? Юлия Вячеславовна, если можно, более подробнее напишите, пожалуйста, свой вопрос, или во вкладку «Вопросы». Вебинар после завершения еще какое-то время будет открыто, и можно будет туда более подробно написать, о каком документе идет речь, где хранится, где хранится, что это за носитель, какой файл вы описываете, где, где, описываете, где, что это за hard disk, а может там и не надо копии писать, опубликованные или не опубликованные, то есть, более подробно. Ага, спасибо. на ссылки. Да, Екатерина Анатольевна, мы об этом в самом начале говорили, на ссылки ГОСТ 18 не распространяется, список литературы оформляется по 2008, список литературы оформляются по разным ГОСТам, да, за текстовые ссылки. А вот здесь смотрите, здесь какое решение примет, опять же, те же журналы, те же издательства или в отношении затекстовых ссылок. Либо они оставят по прежним форматам, либо будут вносить свои изменения, потому что уже прозвучало у нас сегодня от участников, что некоторые издания, кстати, кто писал про новые требования, если можно, ссылочку в вопросы туда скиньте, пример, да, где уже требует, или хотя бы просто название издания, где уже требует по новым правилам. За текстами сейчас начнется, в новом, с введением нового ГОСТа сейчас начнется точно не разберечь, что делать за текстовыми ссылками, по каким правилам оформлять. И я так чувствую, что мы долгое время будем жить по... да, в ситуации безвременем. Светлана Альфредовна. Область содержания условно-обязательные факультативные элементы, значит ли для краткого описания их вообще можно пропустить или нет? Для краткого описания. Если не обязательно, то пропустить можно, но опять же, как будут составлены нормативно-методические документы организации? Если мы не говорим о библиографирующих организациях, а об учебных заведениях, то там могут принять, например, решение опускать этот элемент. Как раньше было, во многих вузах было принято такое правило, что если основной массив это печатное издание, то текст мы не пишем, это условное обозначение материала, но если это электронный ресурс, то мы включали электронный ресурс в квадратных скобках для них. Если наоборот, то наоборот. Возможно, это правило также и останется. А в принципе, факультативные элементы для краткого описания можно же в соответствии с законом опускать. На учебные пособия из ЭБС. Лилия Николаевна, так, сейчас я посмотрю. Значит, смотрите, из ЭБС вы составляете, Лилия Николаевна, так же, как и раньше мы делали, мы составляем описание на учебные пособия, а дальше пишем копия и где оно находится. Если это электронное издание, не имеющее печатной версии, тогда уже как на электронное издание. Форматирование по ширине... Не поняла про форматирование немножко, простите. Наверное, где-то мыслью скакала или к какому-то слайду это было, да? Если URL на сайте и не сделали редирект. Ну, если URL на сайте поменяли и не сделали редирект, будем недоступны. Вот для этого ДОИ как раз и вводится. Для того, чтобы меняй, не меняй, а по ДОИ мы могли бы всегда найти. В общем-то, нормально, солидные издания, они уже это вовсю используют уже давно. Так, Ольга Викторовна делится интересной информацией. Заседание комитета по каталогизации и секции библиографии по внедрению нового ГОСТа. Отлично, спасибо большое, Ольга Викторовна. Очень полезная информация. Коллеги, обратите внимание, в чате чуть повыше. Так, у нас пошел уже такой краудсорсинг. Делимся, ну да, выживать нам всем в этих условиях. Поэтому, если какая-то информация попадается, давайте делиться. Ольга Викторовна, если вы не против, я тогда этой информацией поделюсь в нашей группе на Фейсбуке, чтобы те, кто сегодня на вебинаре не был, смогли ее тоже посмотреть. Ага, спасибо большое. Так, ссылка на YouTube, режим доступа свободный или нет, спрашивает Евгения Яковлевна. И Юлия Вячеславовна, а есть ли на закрытую ссылку на YouTube? Значит, коллеги, для чего мы ссылаемся на YouTube? Вопрос. Не очень приветствуются ссылки на YouTube, даже те же видеоклипы или видеоматериалы, которые очень часто выкладываются на YouTube, вот в академической среде очень не приветствуются ссылки на материалы YouTube. в тех же ВКР, в тех же курсовых, не говоря уже про диссертационные исследования. Поэтому попробуйте сделать следующее. найти эту информацию на официальных сайтах. Вот тот же видеоклип, разве его нет на YouTube? Это наверняка есть и наверняка свободный. Если мы можем открыть и увидеть, перейдя по ссылке и увидеть материал, конечно, режим доступа свободный. Если у вас идет по какому-то закрытому, только для зарегистрированных пользователей, или доступ только по ссылке, тогда это указываем. Но YouTube лучше не увлекаться, это очень-очень не приветствуется. Материалы оттуда исчезают с катастрофической скоростью, поэтому лучше поискать официальный материал. Вот так мы, кстати, нашли материал лекции. Интересный был запрос. Лекция японского профессора по какой-то узкой-узкой тематике, который приезжал на одну встречу в наш Уральский университет. Да, что-то такое, не помню, Екатеринбург, Новосибирск, первый раз, куда-то туда. Провел только одну встречу, но дал очень ценный материал, который человек хотел использовать в своей работе. И, как он сказал, файл есть только видеофайл и только на YouTube. Как его описать? А научный руководитель не приветствует ссылки на YouTube. Мы раскопали, все-таки, да, покопалась, я нашла эту информацию. Оказывается, файл был выложен на сайте университета, но закрыт, нет, доступ свободный, просто настолько запутанная система, что пока его найдешь, но мы его нашли. Это был текст лекции этого профессора. И привели ссылку на него, оформили как неопубликованный документ, потому что это просто был вордовский файл. Но научный руководитель принял. Вот эту ссылку он принял. Поэтому, если вы находите что-то на YouTube, посмотрите на официальных, более авторитетных источниках. Если это информация, заслуживающая внимания и доверия, и мы ее используем не как базу для исследования, а как включаем мы в список источников ресурс, то посмотрите на более авторитетных сайтах, изданиях, ресурсах, скорее всего, он там будет. То же самое у нас было с лекциями профессора Осипова. Нашли, раскопали. Хотя сначала тоже давали ссылку на YouTube. Поэтому YouTube особо не увлекайтесь. Ольга Николаевна, не пишем не режим доступа, а URL. Совершенно верно. Пишем URL. Режим доступа у нас теперь обозначает только режим доступа. Надежда Николаевна, в списках источников к статье наличие двойных слэшов интерпретироваться как недопустимая ошибка, приходится заменять на другой знак. Да, в требованиях, когда мы оформляем списки или референсис, особенно в Скупусовске, например, издания, тоже высшее образование в России, на Западе не используется дабл слэш. В данном случае речь идет о том списке затекстовых ссылок. Мы же оформляем как затекстовые ссылки внутри текста, оформляем отсылками и даем список в конце, в референсис. Да, там не читается дабл слэш при машиной обработке, поэтому мы его заменяем на другие знаки. Но это зависит, вы же не в самом e-library или размещаете статью, вы ее размещаете в какое-то издание, в журнал, и тогда мы ориентируемся на те требования издания, которые он к нам предъявляет. Где-то есть замена, и в образцах они это приводят. Замена дабл слэш на другой знак, на точку. Так, и сейчас посмотрим область вида. Что у нас еще осталось? Екатерина Анатольевна, как учить студентов? Вопрос сложный, вопрос сложный. Даже для меня сейчас сама нахожусь в таком состоянии, а как теперь учить студентов? По старому ГОСТу или по новому? Ну, во-первых, это будет зависеть от того, на какой ГОСТ будет ориентироваться ваше учебное заведение, оставят ли прежний, внесут ли изменения, переориентируется ли на 2018. Ожидать так, что вот прям с 1 сентября и мы сразу начнем по 2018, может быть, этого и не произойдет. Какое-то время мы еще будем жить по 2003 году. Но рано или поздно, а где-то уже и произойдет, рано или поздно мы к этому придем. Поэтому я своим студентам уже начала в мае где-то, когда давала объяснение, те, кто придет на следующий год, и с кем мы будем заниматься, я их уже ориентировала на 2018 и очень осторожно, вот микроскопическими шагами, как мы начали сейчас. То есть я им параллельно показываю. К нам обратился преподаватель, не уточнял, какой журнал конкретно. Ага, пропустить всю область. Светлана Альфредовна, посмотрите по таблице, которая проведена в самом ГОСТе. Если там нет обязательного элемента, относящегося к обязательным, то можно пропустить. Также, как раньше, номер ИСБН во многих ВУЗах его не указывали. Хотя это был, кстати, обязательный элемент, но его исключали. Сейчас он, кстати, стал по ГОСТ обязательным элементом. Можно пропускать области, если они не являются обязательными. Да, внутри. Но не забудьте это оформить не просто решением, а в виде нормативного методического обеспечения, так, чтобы это соответствовало ГОСТу с одной стороны, но в то же время было законом государства с другой, законом ВУЗа. Можно ли сокращать сведения, относящиеся к заглаве? Татьяна Генриховна, хороший вопрос. В новом ГОСТе, что в образцах, что в примерах, сокращений практически не обнаружено. То есть стараются писать полностью. Даже место издания, раньше мы сокращали, Москва, Санкт-Петербург, МСПБ, сейчас пишут полностью. К этому уже давно пришли, только сейчас это уже официально зарегистрировано. Стараются писать полностью. То есть если вы посмотрите Новый ГОСТ, там где прописывается полностью. И сведения, относящиеся к заглавию в том числе. В Юрайте приложение книгам... А, Ольга Валерьевна поняла про YouTube. В Юрайте приложение книгам материалы с YouTube. Это тогда надо делать комплексную запись. На книгу и на материал. Кера Михайловна, опять же, распространяется ли ГОСТ-18 на список литературы ВКР и на их студенческих работ? Смотрите, он вводится в действие с 1 июля 2018 года. Если внутри ВУЗа принимается решение, что переходим и теперь оформляемся вот так по 2018 году в списке работ, то да, он будет действовать. Если принимается решение, что остаемся на 2003, например, в течение этого учебного года, и переходим постепенно на 2018, по крайней мере, начинаем учиться, то тогда еще живем... 2003 никто не отменял, он еще продолжает действовать. Но не как национальный стандарт, а как стандарт для стран СНГ, на территории СНГ. Поэтому все будет зависеть от того, какое решение будет принято внутри ВУЗа. Как скачать презентацию. Папка ресурсы по зеленому значку и закачиваете. Наталья Георгиевна, ага, обещали. Можно ли пересмотреть вебинар? Ольга Николаевна, вебинар будет представлен на нашем плейлисте на YouTube. Можно будет пересмотреть. И со страницы расписания вебинаров, там внизу есть красная кнопочка посмотреть записи, через нее можно перейти. И в соцсетях, в Фейсбуке Павел Юрьевич обычно ссылки на записи тоже выкладывает. Кира Михайловна, оформите решение, документ. Это надо узнавать в ВУЗе. Это требование к оформлению... Самое простое, это требование к оформлению работ ВКР данного ВУЗа, данной кафедры. Обязательно согласовать это с дирекцией библиотеки, возможно, с деканатом, кто составляет эти требования к описанию. Должно быть какое-то согласование. В мобильной версии презентацию не скачать. Хорошо, в группе тогда презентацию выложу еще раз. Про навигатор, коллеги, я его сейчас под составлю, просто вот списочек сделаю, может быть, отдельным слайдом вынесу, не знаю, как удобнее сделать, либо отдельным списочком на вордовском файле, и тогда я его тоже в группу на Фейсбуке закину. Так, группа, группа наша, сейчас скажу. Да, вот сюда, вот здесь оно будет. Вот здесь оно будет. И если у кого-то с Фейсбуком или презентация не скачалась, или возникнут вопросы, сейчас я напишу адрес в чат почты. Обычно не даю, но сегодня ладно. Веду исключение. Так, сейчас, да, проверю. Да, все, оно точно работает. Ага. Вот по этому адресу электронной почты можно будет написать, и если у кого-то не скачается, не откроется, или не пользуемся электронными системами, я вам тогда перешлю на электронную почту. Коллеги, я смотрю, вкладка «Вопросы». Большое спасибо. Тема «Животрепещущая». Я думаю, что осенью мы ее, наверное, будем продолжать. Угу. В примерах, при описании патентов. Ну, инициалы авторов навсегда идут после фамилии. А при регистрации... ...вступит в действие, будем использовать, Надежда Николаевна. При регистрации, где в регистрирующей организации лучше уточнить этот вопрос, примут ли они по старому ГОСТу или лучше оформить по-новому. То есть сейчас вот придется такой период, вот смены веков, смены эпох, придется уточнять уже в самих изданиях, если это не оговаривается, принимают ли они по-старому. Ага, поняла. Вообще-то после косой черты инициалы должны идти сначала. Должны идти сначала. Посмотрим. Светлана Альфредовна, хороший вопрос. Спасибо. Будем разбираться. Угу. Спасибо. Коллеги, на этом мы сегодня с вами нашу встречу завершаем. Я благодарю всех за сегодняшнее активное такое участие, такое ударное завершение учебного года в Директ-Академии. Я думаю, что мы с вами на этом не прощаемся и будем продолжать, начиная с сентября, разбираться с библиографией, может быть, что-то интересное еще, помимо описаний. В библиографии много всего интересного, а мы на это внимание не обращаем, к сожалению. Если, ну, на лето, на каникулы я хоть и ухожу, но на связи все равно остаюсь, какие-то интересные материалы в нашу группу и планирую все-таки блог начать делать на сайте, продолжать, вернее, заброшенное, я туда буду выкладывать, поэтому следите за обновлениями, за новинками и всегда буду рада с вами пообщаться даже на каникулах. Всем хорошего дня, хорошей пятницы, удачных выходных и солнышко и светлого неба. У нас второй день проливной дождь, но, надеюсь, дожди пройдут и лето настанет. Всего хорошего настроения и до новых встреч. На этом завершаю наш сезон. Благодарю вас всех за терпение, за то, что провели с нами эти почти 200 вебинаров. Благодарю Татьяну за сегодняшний вебинар и за тот цикл вебинаров, 20 вебинаров, которые она провела в этом сезоне. Мы ждем вас всех в сентябре. Будет новый сезон, будут новые интересные вебинары, новые интересные темы. А пока счастливого дня, счастливых выходных и счастливых... Субтитры создавал DimaTorzok